Вот смотри, родился у купца сын. Он сына отправил к немцам учиться в подмастерье. У парня получилось. После этого вернулся домой, приставил его к делу. Это вот история нашего с тобой сегодняшнего гостя. Впервые мы с тобой разговариваем с нормальным, во втором поколении предпринимателем. И я надеюсь, что в будущем вот так оно все и будет. И быть предпринимателем это станет вот такой хорошей семейной традицией, хорошей династией. Ну, наверное, и опять же очень интересно, как они там в Немеции учились. Вот ты же помнишь песенку такую, да, там во французской стороне, там на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Как жгли. Это же золотая молодежь. Можно же спросить, куда ходили, чего разбили. Ну, какая-то такая. Мы об этом обычно, я не знаю, в Таттлере читаем. А тут человек придет. Ну, спросить-то, конечно, спросим, но главное, никуда ходили. А что получилось? Успех определенный налицо. И это, наверное, самое интересное в том, каким же образом удалось на вот этой немецчине вырастить человека, которому не страшно отдать свой родной взрослый бизнес. Привет. Меня зовут Павел Титов. Я возглавляю русский винный дом Абрау-Дюрсо. У нас уже четыре винодельни в России и одна во Франции. Наш основной вид деятельности – это виноделье, конечно. Общая выручка группы около 11 миллиардов с почти 3 миллиарда ибиды и полтора миллиарда чистой прибыли. Другие мои проекты – это Варяг Файджим, сеть залов единоборств и несколько других сельхозактивов, которые, в том числе, производство мяса, курицы, здоровое. Я семьянин, у меня три ребенка, жена, с которыми мы очень любим путешествовать по миру. В свое свободное время и от работы, и от семьи я люблю кататься, ездить, куда глаза глядят, на мотоцикле в разъедумьях и в медитации. Ну и, соответственно, увлекаюсь единоборствами в том числе. Всем привет! Здесь шоу «Первый миллион» на канале «Один из битрикс для бизнеса». С вами Денис Самсонов, мой коллега Павел Кушелев и наш сегодняшний гость – Павел Титов, председатель совета директоров группы компаний «Абрао Дерсо». Павел, добрый день! Приветствую! Наше шоу называется «Первый миллион», и мы бы хотели начать с того, насколько это определение применимо к вам лично, к вашей бизнес-судьбе. Был ли момент в вашей карьере предпринимателя, когда вы почувствовали, «Я теперь человек, который сам заработал свой миллион, а не только наследник семейного состояния?» Ну, это еще было донусом, для того, как я стал непосредственно таким предпринимателем в полном нашем понятии. Это еще было, когда я работал все-таки инвестиционным банкиром, и да, у нас там до достаточно грустного 2008 года, у нас были еще года похлеще, повеселее, и, в общем-то, тогда я полностью понял, что я хорошо заработал, и, в общем, вот именно прочувствовал этот момент, когда мне прислали мой бонус, то, что вот оно, я это все-таки состоялся. Ну, было весело минут 15 в целом, потом начал думать, куда это тратить быстро. И куда же, куда же, первый миллион, это же все равно. Слушайте, ну, честно признаться, особо, поскольку возраст был еще другой, и на самом деле, по-моему, кроме небольших подарков в виде машины, мотоциклов себе и жене, все остальное как-то у нас ушло. Там, в отпуска, в какие-то хорошие поездки, в все остальное, еще никто особо не задумывался, по-моему, о каком-то там стратегическом размещении, тем более, честно признаться, я как банкир на то время знал, что инвестиционное размещение с миллионом, ну, такое-то. В общем-то, можно разочароваться в этом возврате, ну, не системно. И поэтому, по сути, ну, просадил. Но момент запомнился, да? Момент был запомнил. Такой, он остался за рубкой, что да, вот отсюда уже я состоялся. Вот вроде как умею, теперь что дальше? Павел, а какой это год был? Сколько вам лет было? Это был 2007 год, мне было 23 примерно, да. То есть, 23 года. А до этого, 23 года, вы были просто членом семьи, очень обеспеченный, сначала советской, мощной, а потом стремительно взлетающей в новой России. Скажите, а вот у вас была своя кубышка? Вот вы понимали, что вот семья, а здесь это мое. Может быть, я накоплю, я не знаю, на завтраках этих миллионов. Вообще, это внутри вашей семьи, вот это ощущение, зарабатываю или нет, оно имеет смысл? Нет, ну, нет, честно признаться, такого нету. Мы, все-таки, у нас коллектив семьи уже достаточно расширенный, и практически все работают. Вот, на благо семьи, материальное или иное, да. И тут у нас, все-таки, мы не считаем себя какого-то там, там, сами по себе, все время стараемся иметь какой-то, это, как это, общак, что ли, называется. Я хотел сказать, общак вы первые сказали. Да, да. Есть семейный общак, а как он выглядит? Это что, фаянсовая какая-то большая? Да нет, ну, это понятно, что это там определенные структуры, которые держат наш, в общем-то, да по-разному, на самом деле, да. То есть то же самое там достояние Абрао Дюрсо, это, по сути, наше коллективное достояние, просто-напросто, потому что там за небольшими исключениями работают практически все. Даже не постоянно, может, на каких-то там проектах, может, ну, там, если мы получили чистую прибыль в Абрао Дюрсо, мы там, она там не уходит мне или там еще кому-то в семье. Ну, поехали отдыхать, не знаю, там, если покупаем где-нибудь какую-нибудь недвижимость, то она общая недвижимость. Смысл, там, ну, наслаждаться своими победами вместе все-таки. А есть такое понятие, как family office? Есть ли какие-то специальные люди, которые занимаются именно финансами семьи, а не каким-то отдельным предприятием? Есть, я стараюсь, честно говоря, это больше систематизировать, поскольку это, в общем-то, когда я изначально пришел уже в семейную группу, это, в общем-то, моя работа была. Я как раз, это называлось у нас «казначей группы», и, по сути, будучи в то время банкиром, я пришел, в общем-то, на некое, там, улучшение, исправление, там, ну, инвестиционных портфель, которые были, ну, все-таки года были сложные тогда, 2008-2009, там, в общем-то. Потом у нас появились, в общем-то, уже у меня появились, когда я там начал больше и больше роль брать все-таки в российском бизнесе непосредственно, то, ну, научили, ну, конечно, там пришлось нанимать людей, занимающихся, там, непосредственно внутри группы финансами, потом, опять же, понимаете, private banking никто не отменял, значит, соответственно, те, кто предлагают что-то, занимаются нашими банковскими счетами, недвижимостью, ну, для этого все приходится там, да. Вы когда-то приезжаете в Лондон, вы дома? Уже нет. На самом деле, очень долго мы с женой и ностальгировали по Лондону, и сейчас мы так, мы очень, очень нравится приезжать в Лондон, надо сказать, то есть, там, недвижимость до сих пор есть какая-то, и, в общем-то... А где вы там жили? Баттерси парк, это вот как раз, если брать Челси, как раз на другой стороне, с замечательным парком, прям, там, в семи шагах, это было классно. Вот, ну, в общем-то, мы просто делали, кроме даже недвижимости, там, никаких не осталось, и мы, когда приезжаем, мы, вот, приезжайте, пардон, кайфовать, там, надо, у всех дачах, где-то у вас в Лондоне. Но, когда ты начинаешь связываться, в общем-то, такой, ну, с неким толстокожностью в делах англичан, когда, ну, сложно, иногда бывает, правда, сложно, на базовом уровне, там, в общем-то, быстро дела поделать, откровенно говорю. То есть, все, все в Москве движется намного быстрее, намного, ну, не всегда эффективнее, да ладно, серьезно? Быстрее, реально, реально быстрее. Вот, и сейчас, конечно, когда мы ходим, мы там ходим по местам, что-то настал, ностальгируем, но полностью даем отчет, что уже не дома. То есть, уже, как бы, все-таки дома, наверное, здесь, ну, и тем более бизнес у нас такой, что, ну, его надо любить как место, и, в общем-то, тут уже как-то сменились наши приоритеты. Довольно занятный момент. Странное дело, у меня самого было такое же ощущение, когда приезжаю в Москву откуда угодно, в том числе из Лондона, в том числе из Нью-Йорка, в том числе из Силиконовой долины, ощущение, что здесь скорость жизни выше, как будто бы смотришь видео на Ютьюбе с полуторной скоростью. Не замечал такого. Ну, из Нью-Йорка точно не замечал. Ну, в Силиконовой долине деревня. А Лондон для меня это же такой музей какой-то на колесиках дорогой. Бог его ведает. Другая история, что, конечно, Москва сейчас очень такая смарт-сити. Может быть, об этом говорил наш? Кстати, обратил внимание, он сказал, что Лондон стал тем Лондоном, который мы знаем и любим, после того, как в него приехали русские. То есть, может быть, это, знаешь, такая идеальная небесная Москва. Небесная Москва, куда вот эти русские привезли китайцев, куда привезли индусов, арабов, где очень вкусно стрит-фуд. Вот что для меня Лондон, я не знаю, вот эти вот древние какие-то строения, и всё доступно относительно, и вкусно, и интересно. Я не знаю, как это связано с русским. Ну, почти как в Москве, почти как в Москве. Не совсем ещё, но они стараются. Бог ведает. Кроме скорости, Москва и Лондон чем-то отличаются. Насколько Лондон закрытый город? Любит рассказывать о том, что есть некие круги, есть некие места, куда человека не местного просто не пустят никогда, сколько бы вы лет не прожили, и сколько вы с ними гребли не занимались. Это было ещё во время моего отца, честно. Признаться, и были такие клубы, где надо два референса, всегда просто в ресторан сходить, условно говоря. Это правда, были такие. Но сейчас, слушайте, у нас такое комьюнити живёт, разношерстных наших бизнесменов, и, честно говоря, мне не кажется, что у них есть какие-то ограничения по вступлению в некие society. Есть, так сказать, какие-то вещи по национальному признаку, условно говоря, каким-то там... Пакистанскому, простите. Ну, там, какой-то, да, куда, в общем-то, никто особо и не рвётся иногда, зачастую. Но я вижу Лондон как уже не Англию, честно признаться, а это такой же, такой какой-то смесь абсолютно культур, которые... Плавильный котёл? Да, ну, слушайте, когда мы приехали туда в 90-е годы, там, пардон, ресторанов-то не было толком, да, то есть там, в общем-то, гастрономия, она появилась только с приездом русских, арабов, китайцев отчасти, там, и так далее. Это на наших глазах, там, Лондон становился такой, всё-таки из столицы Великобритании, становился настралием таким метрополисом. И вот это вот... Ну, это было интересно, да, но и, в общем-то, ты сейчас полностью отдаёшь отчёт, то, что, ну, это уже не Англия, скорее. Да, это всё те же самые традиции, это всё очень красиво, это очень красиво завёрнут, но, тем не менее, даже основной элитный потребительский рынок, там не англичане. Ну, так там и язык, как он теперь называется, British Modern Language, Ну, да-да-да-да, ямайский какой-то такой, очень интересный, да. Вот, но в целом, конечно, это абсолютно, наверное, уже отличается от традиций, а разница между Москвой и Лондоном на самом деле минимализировались. Ну, кроме того, что туда, там, нужно далеко лететь. Ну, во-первых, люди примерно, те, кто не чувствует себе ограничений в передвижении, они, с ними можно там встретиться, что и здесь встретиться. Так, может быть, это не Лондон, а ваш Лондон? Здесь какая-нибудь условно причистенка, я не знаю, и там какой-нибудь Mayfair, и там, и там русские. Нет, я, 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 ну, смотрите, ну, Лондон, он, как бы, и, откровенно говоря, и создан, да, там, всё-таки для тех, у кого есть причистенки, и возможность, значит, поехать перекусить в Лондон. Есть ли ценность в дипломе бизнес-школы, ну, MBA, на первых, вы же сейчас являетесь не просто выпускник, но вы же и в том числе, наверное, наниматель. Вы берёте работу менеджеров среднего звена, руководителей. Вы смотрите на наличие бизнес-образования? Несмотря где. Я не считаю, что бизнес-образование это, там, вот абсолютный постулат для поступления. Это, скорее, важнее, когда ты нанимаешь молодой персонал. Мне легче, мне проще понимать, чему их обучали и как их применить, если я вижу бизнес-стадис или корпфин, или там что-то, да, такое. Когда к тебе приходит человек с, там, хорошим математическим образованием, но в отдел маркетинга, ты плюс-минус понимаешь, что, да, наверное, его применить много, но как, пока ты его применишь, ты голову себе сломаешь. Вот это вот чуть, то есть совпадаемость образования, я считаю, что она не, ну, прям вот не, не стопроцентно нужна, и мы не отметаем людей, но это помогает. Павел, а вот такая просто элементарная вещь, потому что помимо каких-то навыков и, я не знаю, знаний, в университетах вообще не в бизнес-школе конкретно. Обычно люди, образ, ставят связями. Понятно, что у вас там русская диаспора, семья, еще что-то, но там появились какие-то в университете связи, которые имеют смысл вообще. Вот, я не знаю, какие-нибудь ваши нынешние контрагенты, с кем-то вы работаете, или что-нибудь, я не знаю. Честно признаться, много хороших друзей появилось, с которыми мы до сих пор. Ну, чтобы так вот по бизнесу, полезных контактов нет. Ну, и в целом, это... А друзья-то русские? Да, ну, и русские... Нет, и англичане есть тоже там. Конечно, с ними чуть сложнее стало видеться, но тем не менее. Очень много разных друзей, там, и из Индии ребята, и из Турции. Ну, в общем, там все более-менее на уровне, но у нас никогда не сложилось никаких-то деловых отношений. Это не... Индии большой рынок. Не для шампанского. Этот волшебный переход от управления финансами, от работы в банке к винному бизнесу, они вообще довольно не близко друг от друга расположены. Опытный инвестиционный банкир вообще может, наверное, управлять чем угодно. Вот если бы семья купила железные дороги, вы бы с той же легкостью возглавили это направление? Ну, смотрите, я думаю, что возглавить можно все, что угодно, другое дело, что ты получаешь как отдачу. Может быть, я так же управлял, но, может быть, меньше от этого кайфа получал. А получаете кайф сейчас от управления? Да, конечно, слушайте. Ну, это красивый... Знаете, как, у нас все-таки без лишней скромности удалось из очень красивого дела сделать достаточно красивый бизнес. Это очень нечасто получается в винодельческой, по крайней мере, сфере. А есть некрасивые и успешные? Есть красивые, их масса, а вот прибыльных и успешных их значительно меньше, на самом деле, потому что это длинные, достаточно такие уязвимые, рисковые деньги, которые, в общем, надо вкладывать. И тут, наверное, конечно, тут надо отдать должное, что, в общем-то, я, в общем-то, почему изначально казначей, я, в общем-то, не лез в ключевое управление, потому что я там поклялся, что я не буду эмоционально в это инвестировать, но это я себе набрал. А, во-вторых, я, правда, не считал, в общем-то, полную, ну, стопроцентную применимость моих скиллов в виноделии, потому что, ну, куда? Это сельхоз, который даже, когда будете банкиром, никогда не разбирался. Я разбирался в многих отраслях, но, в общем-то, не... А вообще, простите, инвестиционный банкир, мне кажется, что это что-то сродни теоретической математике, вообще неприменимо. Ну, как бы вообще не близко к реальности. Нет, смотрите, ну, это, давайте объективно говорите, это, может быть, я себе в камень в угар, но это консультант. Это нормальный финансовый стратегический консультант, который, кроме того... Но единственная разница между просто консультантом, который тебе пишет стратегию, и, как бы, адио, как правило, эта стратегия, она должна быть подвязана под конечный результат в виде IPO, выпуска бандов каких-нибудь. Но, в общем-то, есть та транзакция, которую ты сделаешь в результате. Поэтому, в общем-то, чуть банкиры, чуть более инвестированные люди, в смысле... Чуть-чуть более практически... Да, наверное. Но, опять же, я не отрицаю того, что это такие же консультанты. Другое дело, то, что те скиллы, которые ты получаешь, как инвестиционный банкир, ты, в принципе, можешь там за... достаточно короткое время достаточно неплохо разобраться в бизнесе. В отличие от других начинаний в виноделии, у нас всегда была идея, то, что это должен быть бизнес масштабный. И это в смысле... Вот здесь я сросся. Вот как масштабное мы умеем. Это уже... Поэтому у нас там не винодельня, а брау дюрсо... Это группа компаний. Это группа компаний, а брау дюрсо. Мы, конечно, начали инвестировать в качество шампанского прежде всего, но... Дальше-то что? Ну, как бы... Ну, хорошо, сделали мы... Я потом выяснил и на горьком опыте, что сделать хорошее вино это даже не пол делать, честно признаюсь. То есть, его надо еще профинансировать, промаркетировать, продать. Вот продажи, значит, мы этим занялись прямо на второй стадии, пока зареет у нас уже более-менее понятно нового качества вина. Мы начали приобретать торговый дом, который уже потом несколько реинкарнаций уже с тех пор совершил, и теперь у нас там полная своя дистрибьюция. И именно так, в общем-то, там знаменитый бренд, который там, в общем-то, несколько... Ну, там почти десятилетия особо не всплывал, он начал все-таки доезжать до всех полок. И этот стратегический подход, да, есть эмоциональный. На самом деле, честно признаюсь, скорее по эмоциональному и по визионерскому подходу тут отец больше работал. И я тут как раз и применил там некие свои скиллы, чтобы... Отец говорит, вот B, точка B, вот туда надо, значит. Ну и, соответственно, у меня есть инструменты, как туда привезти. Ну и там многие года спустя, в общем, мы потихонечку туда доезжаем. Сколько лет вы разбирались? Вы сказали, что как инвестиционный банкир вы можете вникнуть вот сколько времени потребовалось? Я в бизнес в них достаточно быстро, честно говоря. Но я сейчас не могу там назвать там месяц или 15 месяцев. Но на то время бизнес не очень был сложный. То есть он такой... Ну, была винодельня, было какое-то маленькое, значит, начинание в продажах. И некая команда, которая там, ну, в принципе, пришла сравнительно недавно, на самом деле. Только мы в начале своего пути были. В чем сложно удалось, так это разбираться в виноделе. Я был только, знаете, как это, потребитель-энтузиаст. Взаглубленный. Как многие из нас, да. Ну, кстати, а может быть и нет. Я именно энтузиаст вина? Ну, даже не шампанского, я бы сказал. То есть игристое вино для меня вообще как бы такой чуждый напиток был. А тут он как раз пришлось на нем специализироваться, по сути. И вот здесь я очень долго, да и до сих пор, на самом деле, учусь отчасти. Ну, конечно, не там не на курсах, сомелье там или что-то, а именно на производстве, когда в лаборатории, когда мы там начинаем дегустировать все там с собранного винограда до уже конечного продукта. А этот весь год органолептического анализа. Это вот целая история. На самом деле, это первые два года было очень весело. Потом ты понимаешь, что у тебя там сейчас или желудок заржавеет, или зубы выпадут, или что-нибудь еще. Вот. Это такая, это дегустационная работа. Сейчас вот, надо сказать, то, что там у специалистов палкой не загонишь. Слушайте, вы когда дегустируете шампанское, вы пьете или вы плевываете? Принципиальный вопрос. Ну, первые два года пил, было весело. Но, вот, нет, выплевываем. Выплевываете все, за счетом. Серьезно? А ты не знал? Я видел в фильме, я думал, что это... Слушай, леди виски дегустируют, можешь себе это представить? Нет, конечно, надо выплевывать. Нет, но я вам могу сказать, что 120 образцов в день у вас и выплевывая. Банкет уже нормально состоялся, поскольку все-таки он... Через слизистую капсану туда абсорбируется. Шипит, да. Нет, я более того, что я ввел это... У меня был бунт такой некий, назвать, то что, как бы, советские и российские виноделы, в общем-то, такой дурацкой привычки не имеют. Выплевывать. Допиваю. Да, люди вообще-то старались. Вот. И все-таки мы... Я устал читать эти заметки после 40-го образца, такие, ну, уже такие, со смайликами, знаете. Поэтому все-таки мы с нашим французским консультантом решили ввести приказ, что мы построили отличный дегустационный зал со всеми раковинами, со всеми, значит, просветами, ну, ты меня там... Все, вот, инструмент профессиональной дегустации. Но она подозревает, сплевывать. Поднялся бунт. Значит, сначала пытались... Иностранцы. Вообще, что они себе позволяют? Жаловаться отцу. Начали, значит, типа, уймите своего, значит, этого Ильянова. Расскажите про русских виноделов. Ни один и ни два моих знакомых, которые начинали производство чем-то ни было в России, ломались на том, что русский сотрудник на производстве, на серийном производстве не способен к регулярному и четкому выполнению стандартных операций, и на этом все портится. Удалось ли вам... Итак, столкнулись ли вы с этой проблемой? Если да, то как вы ее преодолели? Очень сильно столкнулся. Ну, во-первых, как вы понимаете, в отличие от других профессий, виноделов в России производится не очень много. И на самом деле есть пару всего вузов, которые на данный момент выпускают кадры, из которых хотя бы можно доучить потом. Потому что готовых кадров практически не выпускается. У нас были легенды в МАИ, мы ходили напротив, пищевой институт, кафедра брожения. Брожения, да. Нет, это хорошая кафедра, они убивают. Нет, надо понять, что выпускники... Там очень много анекдотов. Выпускники оттуда хоть табуретку сбродят, в принципе. Да, я говорю, сам писал, сам бродил. Да, да, да. Это нормально. Но все-таки мы-то брожение брожением, а вино надо сделать еще, к тому же, хорошее. И тут, конечно, надо на дополнительное образование посылать. Мы, в общем-то, это активно делаем, но для этого хотя бы человек должен выходить из университета с одним иностранным языком, как минимум, чтобы хотя бы его куда-то послать. А куда-то это, видимо, Италия или Франция? Ну, во Франции. Ну, поскольку у нас там опять же такой мост с Шампанией, мы в Институт Энологии Шампанией посылаем. Ну, или там... Ну, на самом деле мы даем выбор, потому что... Этитут чего, простите? Энологии. А, Энологии, Винологии. Да, Винологии, да. Вот. И... В общем, в целом, конечно, тут... Ну, не просто так, у нас всегда присутствует на земле консультант, главный винодел. У нас сейчас, на данный момент, это Жорж Блан, бывший... бывший шеф как-то подвала Мэтта Шандона, еще многих, в общем-то, в системе Элвей Мейдж приехал к нам и, в общем-то, постоянно у нас работает. И, конечно, он там пытается воспитать молодое поколение. Он живет в Абрау-Дюрсо. Он прям живет в Абрау-Дюрсо. А там у вас есть в Абрау-Дюрсо маленькая как-то французская сторожка? Я правильно понимаю, что в Абрау-Дюрсо 150 лет живут французы? Да. По одному, по двое, по трое. Да. Нет, ну там вот, когда еще во времена, когда приехал Виктор Дровини, это вот начало 20-го века, он привез еще с собой еще 8 семей, на самом деле. И там был целый бунт. Так а что, били французов всегда на улице? Нет, нет, там французы считают, что всех обижали, потому что они русских сотрудников не пускали в подвалы. Они закрывались там, работали, а там все остальные типа, ну, молодцы, подтащи то, подтащи это. И там даже кляузы какие-то писались. Французишка ваш совсем уже. Да, да, да. Вот это было. Нет, это точно. Возвращаясь к теме качества, и все-таки есть ли какой-то секрет? Ну, хорошо, вы привезли французского консультанта, но этого уже явно недостаточно, чтобы привить культуру методичной работы к местному персоналу. Или этого хватит? Да, знаете, ну, вот мой опыт покажет. Пока я Жорж Блан отправлять обратно не собираюсь. Скажем так. я думаю, что просто не одно поколение должно ротироваться, чтобы, чтобы, правда, вот культуру производственную восстановить на, там, должен какой-то уровень. А она была в Абраме? Ну, я, ну, вообще, как бы, конечно, там, когда-то в начале, там, да и на самом деле у нас много великих и работало, и в упадок-то оно пришло сравнительно недавно. Это, там, 80-е, 90-е года. До этого у нас, в общем-то, были отличные специалисты, и, в общем-то, Абраме Дюрсо процветал. И, в общем-то, производственная культура была абсолютно классная. И, на самом деле, у нас есть до сих пор представители даже той культуры, которые, в общем-то, сохранили хоть что-то. Строжилы такие. Да, строжилы, которые, в общем-то, вот с давних времен уже работали в Абраме Дюрсо, и, как они делали даже то игристое вино на тех инструментах, которые у них были, мне даже сложно представить себе, откровенно. Павел, простите, я очень далек от шампанского. К вину сделал несколько лет пару шагов, но к шампанскому нет. Я просто готовился и прочел, я знаю, что, вроде как, после того, по приказу Александра Второго был создан Абрау Дюрсо, сначала туда завезли, купили немецкие, рейнские лозы, потом, значит, начали французов закупать. Значит, у вас там есть остаток немца, три дома французов, еще что-то. А лоза-то какая? Абрау Дюрсо, русское вино и шампанское, оно какое? Оно французское, оно немецкое, оно какое? Оно наше? Слушайте, у нас историческое, достаточно большое количество сортов винограда, и, ну, понятно, что традиционное, вообще, вот как если говорить о шампане, о, значит, французском, ну, там, на самом деле, не настолько принципиально откуда глаза, насколько принципиально сорта. Сорта там могут быть только три, это Шардоне, Пенонуар и Пенон Минир. Ну, и там, за исключением, еще есть два, но которые, в общем-то, нигде практически не используются. А, по-моему, вначале привезли какие-то рейслинги, привезли рейслинг, и Бернет-савиньон, но изначально, в общем-то, и задачи царь не ставил, чтобы мы там, игристы, это появилась идея, и, на самом деле, первое шампанское произведено было только в 1996 году, то есть, основание в 1870. А, 26 лет тому шли. И уже там появились другие сорта. Но у нас до сих пор эта история осталась. У нас есть, практически во всех наших купажах нашего игристого есть рейслинг. Есть рейслинг всегда. Ну, за исключением, конечно, моносортовых вин, которым это чуть другая дисциплина, то в наших основных линейках там Вектор Дровини, классика, это всегда есть, присутствует рейслинг. Мы от него особо не можем. А есть ли какой-то... 120 лет назад, который привезем, да? Ну, нет, ну, он уже... Тут-то уже как бы все. Но мы его перезавозим активно. Мы сейчас завозим лозы из Италии, из Франции. В общем-то. Вообще, на самом деле, это было достаточно долгой ломкой вообще, куда нам идти в стилистическом направлении. Потому что, на самом деле, гнаться за шампанью и пытаться максимально подобать ей достаточно бесполезно. Такая задача просто-напросто. Ну, что, если вот захотели прямо делать вот шампань-шампань, купить что-нибудь в шампании, собственно, как мы и сделали. Но, если ты хочешь все-таки быть знаменитым не как альтернатива дешевая шампанскому, а как все-таки знаменитый мировой Абрау-Дюрсо или вообще игристое вино из России, то придется выдумывать свое. И тут у нас все за нас примерно делают, потому что даже тот Шардоне, который мы привезли из Франции и высадим в Абрау-Дюрсо, он будет по-другому чувствовать. Просто этого не надо бояться, и, конечно, оно должно эволюционировать своим путем. Да, у нас все-таки даже более минеральные почвы, у нас более плотные получаются кремнистые даже в каком-то смысле вина, и это все уже узнаваемости. Другое дело то, что у нас в принципе вот эта ситуация по разделению терруаров, как во Франции, Бордо, Бургундия и даже много маленьких. Мы пока в эмбриальном состоянии, как винодельщик. Но есть Абрау-Дюрсо. Есть там как Абрау-Дюрсо, есть, условно говоря, защищение мировой мировой географическое указание Кубань, но Кубань, вы представляете, какая размера какого-то? Франция, и Левкадия, и Фанагария, и все остальные мы умещаемся, мы абсолютно разные. Единственное, что у нас есть правда свое, и это очень интересно, как потом выяснилось, у нас есть автохтонные сорта, то есть сорта, которых вообще мир не видывал еще, и которые при этом спокон веков всегда производились в России. Это вот, я говорю про в белых это Сибирковый, в Сибирковый, я не слышал, есть такое. В Красных это самый знаменитый наш Красностоп Золотовский, это Цемлянский черный, да, и вот мы как раз на винодельне Ведерников, которая у нас в Ростове, на Дону, мы специализируемся на этих, и вот один из наших такое видение, то, что в принципе, наверное, зарубежному рынку будет интересно пробовать что-то совсем оригинальное, то есть не некие подобия, то есть там реплики, да, того, что вы уже сделали, а вот попробуйте теперь наше, а вот теперь давайте попробуйте, что вы еще вообще не сделали, и скорее всего не сделаете никогда. Когда улетаешь из России, попадаешь в Дьюти Фри, когда попадаю в Дьюти Фри, улетаю из России, всегда ищу русское вино, и почти никогда я его не нахожу, при этом даже возвращаясь из какой-нибудь Австрии, Германии, Хорватии, обязательно в Дьюти Фри, ты видишь десятки стеллажей, заставленных локальными винами, вы пытаетесь что-то с этим сделать? Нет, мы стараемся, но стало лицом России, а не только водка. Да, но тут на самом деле это не только в Дьюти Фри касается, конечно, сложно, и на самом деле, не, ну мы, мы уже в последние годы мы уже расставлены достаточно неплохо, там мы со своими присутствуем отдельными стендами, только мы, вот в общем проблема, то есть на самом деле очень сложно быть единственной там группой компаний, которая занимается российскими винами, надо, у нас какая бы, концепт там, репутация российского вина не делается там одним брендом, да, это невозможно. И вот в этом смысле массовости, а массовость, это конечно барьеры входа в Дьюти Фри в этом случае, но просто дорого, там большинство виноделов становиться на полке Дьюти Фри. Слушайте, ну вы же политик, вы же можете продавить какое-то политическое решение, поддержку российского виноделия, хотя бы в том, чтобы в каждом Дьюти Фри стояли обязательно русские вина. Я уверен, что именно так эти сорта чужие, ну в смысле, в других странах появляются, они не прокупают, это явно местный законодатель. что не прокупают, но другое дело, то что у нас как бы в общем-то в целом, и это не только касается Дьюти Фри, у нас цепочка, цепочка ценообразования вина, она достаточно пока не очень развитая, точнее она очень дорогая. Дорогая. Это конечно пока еще эхо тех гламурной жизни там, значит, прошлых лет, да, когда там в общем-то никто особо на цены вина не смотрел, и в общем-то можно было в 300-400 процентов наценивать вещи даже из Европы, которые там, вот, но мы собственно и этой работы занимаемся, говорят, ну ребят, но мы же не из Европы, что вы, у нас-то такое же плане. это восприятие, вы алкоголики, алкогольщики, у вас денег курнику. Да, 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 вот, и тут конечно, слушайте, ну это эволюция определенная, становится лучше, медленно, правда, значит, будем надеяться, что философия будет изменяться. Последний час, вот вылетал недавно, все-таки увидел еще один стенд дополнительный, где там присутствовало другие наши коллеги, ну второй такой полноценный стенд. Фанагория, наверное, Фанагория, верно. Фанагория была, еще 100 оттенков красного, это же прекрасное вино, это очень большое. Да, конечно, более того, что зарабатывает там на роде с нами, отличные там призы уже международные, не, они тоже движутся с семимильными шагами. А скажите, алкогольная промышленность еще с царских времен считалась одной из основ типа правящего режима. Да. конечно, это крепко и алкоголь, но все равно. А расскажите о вино, вообще это выгодный бизнес или это все-таки любовь больше, чем бизнес? Как это, есть, знаете, как сколотить небольшой капитал виноделия? Не знали бы, мы давно бы уже этим занялись, конечно. Зайти туда с большим капиталом. А, и усечь его до маленького? Прекрасно. вот, и терпеть до маленького. Но на самом деле мы тому исключение, честно, уже без лишней скромности признаюсь, есть в этом мире проект, который, в общем-то, работает как прибыльные компании. а браудерсу тому, там, не исключением, мы там, сколько, прошлый год мы закончили, 2 миллиарда 200 и беда, и там, почти миллиард 100 чистой прибыли, что, в принципе, конечно, даже в контексте маржинальности это очень неплохо. Это прибыльно, но мы бы так, знаете, если бы это не было прибыльно, у нас бы и, наверное, этот путь развития бы приостановился слегка. А может быть, водку еще делать, прости господи? Нет, но мы стараемся диверсифицироваться, вы абсолютно правильно говорите. Сейчас мы запустили недавно совершенно, во-первых, мы сильно развиваемся в тихих винах, потому что, ну, просто монопродуктом вообще невозможно оперировать. Мы в начале этого года запустили... А тихие вины это без пузырьков. Да, да, для нас шампанистов, для нас шампанистов все остальное тихие вины. Мы-то игристы, а они тихие. Я понял. Вот. Запустили в начале года свой первый конец, маньяк. Да вы что? Да, значит, он называется как раз 1870, год нашего основания. Значит, мы начали коммерциализировать вещи, которые нам... Мы просто всегда их делали, ну, на месте. Нам они очень нравятся, но мы как считали, что... для собственного стола? для СЭБы, потому что, потому что виноделы тоже, знаете, бесконечно вино хлистать не могут. как бы, животик заболит. Минеральная вода. Нет, нет, воду мы начали производить, это очень полезно, но мы начали сейчас недавно запустили наши настойки. У нас есть, в общем, такого кубанского уже стиля настойки, это дистиллят виноградный и выставленный на семи в овощах, он так и называется, семь овощей. То есть, это самогон? Нет, это дистиллят. А как же кубанский? Самогон должен быть? Ну, мы все-таки рифинаты, в этом смысле. И мы чуть почище это все делаем, и попятибельнее. И только что мы ее, собственно, выпустили с очень неплохим, на самом деле, успехом на публику. Просто даже у нас раньше даже лицензии на производство крепкого алкоголя не было, мы этих пузырях гостям наливали, и все. Не говорите никому, не дай бог приду. Мы не расскажем. Коктейли в ресторанах наливать можно, мы проверили. Так можно, да. И, ну, да вот, водки сложны, откровенно говорю. Это прям гиперконкурентный рынок, которым там, ну, маржинальность не очень. Что пьют в России? Вы, как винодел, наверняка следите за этим рынком. Что пьют в России и когда пьют в России? Вот есть легенда, что весь алкогольный рынок в России делится на Новый год и все остальное. Ну, у нас пока так. Но не на всем рынке. Видите, у нас еще можно там в есть много разных праздников. Теперь у нас есть праздник там нерабочих будней или как они там назывались? Майские? ну, там, апрельских майских. пьет ли шампанское в чуть нерабочих будней? первый месяц пили отлично совершенно. Потом поняли, что это все надолго и праздновать уже особо нечего, поэтому, значит, все-таки дешевая водочка с пивом, они как-то больше заходили. Так а сколько тогда шампанского покупают у вас в декабре? Ну, если говорить сейчас вот по количеству бутылок, наверное, не скажу, но это 50%. Не дико. Как? У нас-то он, понимаете, мы это называем четвертый квартал, просто, например, еще вину надо доехать. А, еще и заезжает немного. Да, да, вот, поэтому, соответственно, мы там где-то начало октября, и вот у нас начинается вот прям елка на носу. Больше половины вашего дохода это праздники. Мы пытаемся, в общем-то, какими-то своими маркетинговыми, значит, все-таки приемами изгладить это, и я думаю, что в этом году как раз получится, что, но в этом году предсказывать вообще сложно все, но в целом, там, мы когда-то доходили, то, что у нас 35 и 40 было, но опять вот потихоньку все равно возвращается. Ну, потому что, видимо, это скорее связано с потребительской способностью. В Новый год бутылку-то точно придется купить, да, а там в сентябре вот абсолютно необязательно ее. И тут, конечно, у водки, коньяка, да у пива, но там намного ниже, то есть этот, как это, праздничный этот спрос, то есть они очень, ну, они более ровные в году идут. Вы понимаете в вине и понимаете, как его делают. У русского человека, тем более родившегося в Советском Союзе, всегда есть ощущение, что его обманывают. Паленое, не то, из сухого, из пластмасса, еще что-то. Сколько стоит настоящее вино, самое дешевое? Ну, я бы меньше 300 рублей на это не тратил. Ага. Вот. И это будет, я не говорю, что оно будет качественное, я говорю, что оно будет настоящее и натуральное. Вино из вина. Да. Ну, кстати, еще один хочу миф разбавить, то, что вино делать из порошка это очень дорого. И оно значительно дороже, чем вино из винограда. Просто, когда мы говорим о фальсификате, это скорее просто набор юного химика, и там добавки не вина из эмульсии или высушенного порошка вина, а это кислоты просто добавляются, краска и вода. Это чуть другое. Вот этого лучше не надо. Все-таки у нас есть такая категория, как винный напиток, она может опускаться ниже, потому что они заранее говорят, что это мы не вино, мы там с добавлением вина и так далее. Но если говорить о натуральном вине, я бы ни на российских, ни на зарубежных производителей не смотрел ниже 300, чтобы попасть. Четыре года назад вы называли цифру 160-108. Ну, у нас, в общем-то, много чего поменялось. Это у нас, во-первых, себестоимость продукции, как вы понимаете, меняется регулярно. И, в общем-то, в России далеко не дешевое место, чтобы производить вино. Ну, откровенно, а я бы сказал, дорогое, учитывая то, что у нас, в принципе, пока эволюция государственной поддержки, она чуть отстает от европейских стран. Ну, соответственно, все, что мы там покупаем, инвестируем, это все, в общем-то, накладывается. Мы начали говорить о семье, и я был в конце буквально несколько вопросов, задал уже о вашей семье. Вы растите детей, вы их воспитываете как наследников, вы видите в них продолжателей своего дела? Я буду рад, если кто-то возьмется продолжать. Я буду этому искренне рад, но я не позволяю себе навязывать вот эту идею, что вот учись, будешь потом так же. Мне кажется, что на самом деле тут важнее дать максимальное количество инструментов для того, чтобы они сами решили для себя, чем они хотят заниматься. И когда там сейчас мне средний иногда рассказывает, что я всю жизнь буду просто на лошадях кататься. Тоже вариант, подумай там дальше. Вы не ставите себе цель продолжения династии титовых, как, скажем, беноделов или предпринимателей? Отчасти ставить цели можно какие угодно. Еще раз, я буду очень рад, если я приведу одного из своих детей к продолжению данного дела. Но только я еще понимаю на опыте других династий то, что приводить и рассчитывать мне, как там, отцу, можешь сколько угодно. значит, ты или получишь или ребенка абсолютно продолжателя, который не хочет вообще продолжать, но при этом, поскольку я ему сказал, он это будет делать всю жизнь и будет достаточно недоволен этим. Или ты просто в какой-то момент эмоционально потеряешь свое второе поколение и в общем-то все так или иначе легенда того, что третье поколение как правило все профукивает в виноделе. Я пытаюсь все-таки быть там, опять же, исключением из правил и ну, довести как-то, знаете, без навязки то, что я, в общем-то, буду очень доволен если я буду разбираться, но как мне сейчас там они возраст еще небольшого достаточно, поэтому сейчас они не могут сейчас решить нравится им вину или нет, ну, я им еще не наливаю. Соответственно, да, они ездят, да, они понимают, что там масштабы, да, они видят, что такое Абрау-Дюрсо, они видят, что там все родители там одноклассников знают, что такое Абрау-Дюрсо, и в общем-то это там и в каком-то смысле там, конечно, радует и пострекает, но пока они не проявят свой интерес к нашему делу, то я не буду настаивать. Такой вопрос тоже от человека, который крайне мало разбирается не только в вине, но и в этом бизнесе, но мне кажется, мне точно очень интересно. А вот российское вино, все-таки территория у нас традиционно невинная, ну, так уж случилось, да, насколько оно российское, бутылки российские, а вино из того, а лоза, я знаю, что не очень российское, а этикетки, а пробка, а там вообще сколько в русском вине нерусского, так скажем. Мы все покупаем, кроме лоз, мы все или производим, или покупаем в России. Бутылка российская, она производится здесь иностранными компаниями, но она российская. Этикетки российские проблемы скорее в бумаге и другом сырье, потому что у нас особо этого нету, значит, соответственно, коллеги, которые печатают для нас этикетки, они все привозят из-за рубежа, поэтому все-таки есть зависимость у нас от там валютной некой. Значит, мюзле, ну, это решеточка, которая, там вообще смешная история, конечно, это, в общем-то, крутит ее здесь, а проволока там, сейчас, правда, не проверял давно, но была итальянская проволока в нашей металлуре, в нашей металлургической стране, крашеная проволока, она должна обязательно приехать оттуда, вот, но, по-моему, уже сейчас, слава богу, все поменялось, вот, ну, и исключение, там, большое, это пробка, но пробка у нас пока никто не вырастил, и в ближайшее время не вырастет, скорее всего, поэтому пробка португальская. Португальская, откуда же. А что же вам, винограда хватает? Неужели только свой виноград? Вообще, мы в этом году живем в новой реальности, когда у нас и выбора-то особо нету, то есть, у нас есть новый закон, когда все, что произведено из зарубежного винограда или виноматериала, не является вином, и так надо ровно на бутылке писать, поэтому мы сейчас как раз сделали... А как надо писать, простите? Не является вином. Вот, это, ну, отдельная, конечно, тема для взрыва. на французской бутылке написано... Нет, конечный продукт можно завозить, но там есть еще ряд ограничений, когда там сейчас слегка даже знаменитые очень виноделы Франции слегка не смогли получить марку. Ну, в общем, ждем поправок, но это другой чуть. Но, в общем-то, у нас нет сейчас возможности реальной завозить виноград или виноматериал. А вы завозили дуэт? Мы раньше завозили, сейчас в этом году мы делаем ряд, в общем-то, больших достаточно сделок по покупке площадей виноградных, плюс еще сорсим у наших коллег в виде виноматериала для нас сырье. А, скупаете в коллег? Российский. А раньше откуда было вино? Южная Африка, прежде всего. Ну, мы считаем, просто это даже не по цене, он как раз очень дорогой был. Мы сейчас как раз упали по цене, но он просто был очень качественный, нам очень нравился, под шимпанизацию. Вот, чуть-чуть из Италии. То есть, Абрау Дюрсо был раньше таким космополитным, а теперь свой, родной. Понимаете, в чем дело? В общем-то, это же эхо, наверное, скорее всего, советской философии виноделия, которая, в принципе, была достаточно большая, но никаких не было проблем там виноматериал взять, смотрите, где основные все заводы игристые. В Молдаве какая-нибудь? Ну, там нет, они в Санкт-Петербурге самые крупные, в Москве, в Нижнем Новгороде, но там с виноградниками откровенно не очень. Молдавский виноматериал, опять же, если бы вы там не запретили, он был разливался, просто когда ты переводишь это на некие там уже, считайте там, ну, производство, в большом смысле этого слова, то, ну, считалось нормально просто привезти виноматериал оттуда. Потом еще, пардон, в 80-х годах запреты, да, когда там корчевали лозы, вырубали. А, Михаил Сергеевич. Да, у нас же сильно снизились площади и до сих пор особо не вырастают. Так, а Брау Дюрсо пострадало тогда? А Брау Дюрсо достаточно сильно пострадало, в общем-то. То есть вырубили? Ничего не вырубали, но запретили, в общем-то, ухаживать и очень много вымерло. Было плохое достаточно состояние. А как же бутлегер настоящий кубанский? Неужели потихонечку? Ну, вот так это на самом деле сохранилось. Вот то, что сохранилось, то сохранилось. Мы любим спрашивать наших гостей о увлечениях. Остается ли время у винодела на что-то еще, кроме производства вина? Винодела, может, и остается. Вот у меня мало. Ну, нет, на самом деле я уже так как-то в последнее время решил в сторону хобби все-таки сделать такой некий компромисс, поскольку одно дело управления там достаточно большой компанией, и, конечно, в принципе, можно может сколько угодно часов за этим проводить. Тут как бы тут вопрос, когда ты останавливаешься. Ну, да, я стараюсь, значит, все-таки периодически заниматься спортом, но вот опять же я по полу как это обычно как обычно у меня из хобби переросло это чуть уже в более уже в коммерческий проект это вот спортклубы Варяг Файджим, которых уже четыре, и стараюсь, в общем, тут как раз такое тоже комбинация, знаете, чуть некой такой болезни за это все. Сейчас как раз запускает достаточно большой фонд, который будет поддерживать детский спорт. Я мне вот у нас как раз это вот, наверное, для этого и сделал. Я даже раньше не понимал этого, но у нас большая детская сборная, которую там мы поддерживаем. То есть 7 человек, да. Это только дети, там у нас есть еще и профессиональная сборная и так далее. Ну, поэтому, соответственно, я сам должен как-то так заниматься, ну, и, в общем-то, мне это нравится, как-то настроение повышается сюда-сюда, вот с тренировки приехал. А вот этот, Паш, эпизод специально для тебя. Я вижу, что ты в значительной степени под обаянием нашего собеседника тема о том, какой он культурный воспитанный человек уже не первый раз поднимается. Этот культурный человек три раза в неделю бьет других, наверное, не менее культурных человек ногой по лицу. Вот как тебе такое? Вот я не уверен, что остальные культурные. Ногой по лицу тоже не уверен, это тайский бокс, но то, что ногой по ребрам и сам получает, это факт. Я на него смотрел все время, искал вот какое-то тайское веселое ожесточение, которое есть в этих тайских боксерах. И как-то его так и не увидел. Очень интересно. Вот это меня тоже удивляет, все-таки человек, который способен ударить другого человека по лицу, я все-таки настаиваю на этом ногой, в нем это должно как-то чувствоваться, видно, он хорошо это прячет, а мы с тобой не докопались. Может быть. Ну и абсолютная уже патология в виде мотоспорта, мотоциклы куда-нибудь уехать, куда глаза глядят, это вот мой лучший, наверное, отдых. Это же страшно. А какие мотоциклы? Спортивные? Или вот такие дыр-дыр-дыр? Нет, нет, вот дыр-дыр-дыр скорее, или внедорожные. Тут речь не идет о том, что быстрее, выше, быстрее, мокрее. Вот. А скорее ехать по сторонам и что-то там впитывать в себя, думать, впитывать, медитация. там же своя эстетика. Кто это? Харлей? У меня, к сожалению, уже очень большое количество, включая там Харлеев 9-10. Так, 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 ну-ка, расскажите, а сколько всего их? Это хороший тоже вопрос, потому что я недавно пытался посчитать и до конца не посчитал. Я думаю, что у меня где-то их штук 18, наверное, сейчас в разных странах, в разных там точках и России. Ну вот, это сейчас, конечно, мой любимый момент в интервью. Это просто мечта каждого мужчины иметь столько мотоциклов, даже не в состоянии их все посчитать. Ты знаешь, впервые завидую нашему гостю. Ну, я, во-первых, не впервые. В первую очередь воспитанию. Потому что, ну, обычно люди менжуются, когда говорят про деньги. А он так честно сказал, первый миллион, мы, в общем, пропили и проездили с женой в хороший отпуск. А я тебе объясню, почему? Потому что это для нас с тобой миллион, это что-то недостижимое. А здесь просто другой материальный уровень с самого начала. И там потратить миллион, то как для нас с тобой, наверное, не знаю, в пивную сходить. Ну, не думаю. Я думаю, что это просто очень-очень хорошее воспитание. Вот реально, один из самых приятных людей. Напомнило донжуанский список Пушкина. Ну, Харлеев 18. Индианов сколько? Индианов нету, а то меня хорлисты убьют. Триумфы, Дукати, там, ну, внедорожные всякие мотоциклы. А какая из них, подождите, вот это называется ведро с болтами, это Дукати, да? Я не хотел ни в коем случае обидеть. привет всем хорлистам, да, ну, на самом деле есть такое, да, ведро с болтами, но оно же душевное ведро. Как скажете, я... Да, ну, в этом смысле американские, вообще в целом, мотоциклы знаменитые, там, ну, надо с собой ключики ими, что, подкрутил и дальше поехал. Хорошо, я передам. Шоу Первый миллион на канале Один из Битрикс прощается с вами, с вами был Денис Самсонов, Павел Кушелев и наш друг, господи, хотел сказать, гость, но сказал друг, винодел во втором поколении, Павел Титов. Друзья, спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пожалуйста, что бы ставил лайки. Субтитры сделал DimaTorzok